Здравствуйте! Сегодня 30 апреля. Вы смотрите ежедневные обзоры прогноз рынка от банкир.ру Очередная неудачная попытка быков по евро преодолеть сопротивление в районе 1,3880 негативно сказалось на настрой участников рынка, спровоцировав разворот позиций и начало снижения единой валюты. Однако настоящий обвал пары произошел после публикации негативных данных по инфляции потребительских цент в Германии, падения объемов розничной торговли в Италии и снижения большинства индикаторов потребительской и экономической уверенности в еврозоне. Курс пары буквально рухнул вниз, увлекаемой реакцией рынка на переход инфляционных показателей ведущей экономики Европы в зону дефляции. В обвальном падении валюта протестировала ключевой уровень поддержки 1,3800 и далее до конца дня торговалась в узком диапазоне, сохраняя вероятность дальнейшего снижения. В нашем прогнозе на среду предполагаем коррекционный откат пары ориентировочно в ценовую зону 1,3820-1,3832. Далее ожидаем разворот и возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням 1,3800-1,3773-1,3740. Фунт доллар начал вчерашние торги с хорошим настроем. В связи с появившимися в средствах массовой информации комментариями главы Банка Англии Марка Карни о том, что экономическое восстановление Великобритании носит широкомасштабный характер. Это вызвало у инвесторов надежду на то, что публикуемые данные по объему ВВП за первый квартал 2014 года превысят прогнозы аналитиков. Курс пары на этом позитивном фоне вырос до максимального уровня 1,6846. Однако, как показала публикация, британский ВВП не дотянул до прогнозов, продемонстрировав снижение объемов в сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе и электроэнергетике. Рынок отреагировал немедленным снижением котировок британского фунта в зону минимальных уровней понедельника 1,6792. Здесь падение остановилось, поскольку инвесторы все-таки признали, что поспешили с негативной реакцией. Достигнутый рост объемов ВВП в 0,8% по месяцу и 3,1% по году, хотя и оказался ниже прогнозов, тем не менее отражает хорошие темпы роста и является максимальным за текущий год среди стран большой семерки. Фунт доллар на этом фоне возобновил рост, зафиксировав новый дневной максимум на отметке 1,6847. Далее на американской сессии валюта корректировалась, завершив день на ценовом уровне 1,6824. В нашем прогнозе на сегодня вновь предполагаем возобновление нисходящего движения британской валюты к целевым уровням 1,68-1,6788-1,6770 и, возможно, к 1,6746. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы трейдеры. В экономической статистике среды. Банки Японии опубликуют решения по основной процентной ставке и комментарии по кредитно-денежной политике. Изменения здесь не ожидаются. Ставка будет сохранена на прежнем уровне – менее 0,1%. Сегодня же состоится пресс-конференция главы Банка Японии Харухи Кокурода. Германия отчитается по количеству безработных и уровню безработицы в стране. Предыдущий показатель – 6,8%. А также опубликуют мартовские изменения объема розничной торговли. Еврозона опубликует основной индекс потребительских цен. Канада сообщит о февральских изменениях объема ВВП. А в американской статистике выйдут апрельские изменения количества занятых в частном секторе экономики от агентства ADP и предварительные данные по изменению объема ВВП за первый квартал текущего года. Кроме того, в центре внимания окажутся решения ФРС США по монетарной политике и сопроводительные заявления к решению. Изменения здесь не ожидаются. Норматив процентной ставки будет сохранен на прежнем уровне – менее четверти процента. Кроме этого, ФРС представит данные по темпам выкупа государственных казначейских обликаций и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс!